Всем привет дорогие друзья! На обзоре цветная техника от компании HP, в частности модель HP Color M181. Если кто-то еще не в курсе, не так давно компания HP выпустила самую свежую новую версию программного обеспечения или прошивку, после которой аппарат отказывается воспринимать совместимые картриджи. Если техника подключена по Wi-Fi, соответственно он автоматически может обновить программное обеспечение или прошивку, после этого работает только на оригинальных картриджах. Можно конечно чипики с оригиналов попереставлять на совместимку, но это не наш метод. Давайте решать вопрос. Я разобрался в теме. Итак, цветная техника HP Color M181. Весь список видео я предоставлю. Поехали! В наличии имеем комплект заводских оригинальных картриджей. Картриджи уже заправлялись не один раз. При заправке чипы не менялись. Аппарат ругается, низкий уровень тонера, но все же продолжает печатать, работу не блокирует. Страница расходных материалов. Все цвета на исходе. А теперь давайте поменяем оригинальные картриджи на совместимые. Совместимых у меня комплекта нет, только один черный, но его будет вполне достаточно. 530-й, новенький, с чипом. Меняем на оригинальный. Устанавливаем и смотрим на табло. Восклицательный знак на черном поменялся на знак вопроса и вылезла ошибка «Проблема с материалами». Попробуем распечатать отчет. Ту же страницу расходных материалов. Но аппарат печатать отказывается именно из-за этой ошибки. А в частности, аппарат ругается на чип на совместимом картридже. Аппарат был подключен по Wi-Fi. По Wi-Fi автоматически обновил программное обеспечение, то есть прошивку. И после прошивки аппарат, соответственно, отказывается работать с совместимыми картриджами. Вот отчет с оригинальным картриджем, а вот отчет с совместимым картриджем. Неизвестно. Если зайти на официальный сайт HP и посмотреть самое свежее обновление программного обеспечения, дата последней прошивки 2020-10-21. Прошивка самая свежая. Естественно, старые версии прошивки все потерли. Если распечатаем конфигурацию на моем аппарате, что и требовалось доказать, теперь, чтобы можно было работать на совместимых картриджах, прошивку нужно откатить на более раннюю версию. Кто не успел накачать более раннюю версию прошивки для аппаратов, не переживайте, у нас все под контролем. Прошивки программного обеспечения находятся уже на Яндекс.Диске. Ссылочки под этим видео. Качайте, сохраняйте на жесткий диск. Пригодится. Итак, откатываем прошивку назад, то есть делаем не апгрейд, а даунгрейд. Гаечный ключик. Ищем обслуживание. Кстати, версию микропрограммы или прошивки можно посмотреть вот здесь. 2020, 10, 21. Злосчастная. И также здесь обновление Лазерджет. Вот оно, программное обеспечение. Первым делом мы откатим прошивку назад, а потом уже все нафиг отключим, чтобы не было автоматической обновления. Так, управление обновлениями. Разрешить раннюю версию. Ок. Да. Тут уже стоит. Поэтому, в принципе, больше ничего делать не нужно. Запускаем экзешник. Выбираем из изка свою модель аппарата. Естественно, аппарат подключен по USB и дрова установлены. Жмем Send Firmware. Пошел процесс загрузки. Ну и на ЖК можно наблюдать эрейзинг, программинг и так далее. Прошивка идет пару-тройку минут. По окончании аппарат автоматически перегрузится. Это окно тоже закрываем. Аппарат вышел в готовность. Давайте проверим версию прошивки. Обслуживание. Версия микропрограммы. Отлично. 0.612 есть. То, что нужно. Прошивку откатили. Ну и теперь давайте проверим, что же получилось, ради чего мы все это делали. Убираем оригинальный картридж. Устанавливаем совместимый. Пока я менял ракурс съемки, аппарат у меня автоматически начал калибровку. Калибровка прошла. И тут же индикатор черного картриджа, в моем случае, изменился со знака вопроса, соответственно, на уровень тонера. Все замечательно. Прошивку мы откатили. Можно работать на совместимых картриджах. Давайте теперь в менюшке все заблокируем, чтобы автоматически уже ничего не обновлялось. Опять-таки пошли на обслуживание. Обновление лазерджет. Управление обновлениями. Язык сломаешь. Разрешить ранную версию, это мы уже сделали. Проверять автоматически. По умолчанию видите, звездочка стоит включена. Мы это дело выключаем. Автоматически проверять ничего не нужно. Запрос перед установкой всегда запрашивать, на всякий случай. Разрешить обновление. Запрещаем. Все отлично. Все мы здесь заблокировали. Автоматически обновляться больше ничего не будет. Теперь после отката прошивки можно свободно использовать совместимые картриджи. Теперь нам уже ничего не страшно. Кому помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Потому что впереди у нас много нового и много интересного. Пока-пока. Стоп! Снято! Как и обещал, выкладываю список моделей, которые уже обновились, либо скоро обновятся. Кстати, по Canon я так сильно материал не искал, но прошивок на старой версии у меня точно нет. Если кто-то владеет старыми версиями, пожалуйста, скиньте ссылку. Благодарю за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok